Всем привет! Сегодня мы находимся в Москве на Рептилиуме. Пойдемте посмотрим, что там нас ждет. На входе нас встречает огромный питон. Посмотрите, какой красавец! Тут вообще огромное разнообразие различных коряг, грунтов, террариумов. Все люди все покупают. Но цены, в принципе, такие же, как в обычном магазинах. 5900-2100 в зависимости от размера. Ну и, конечно же, здесь еще очень много различных рептилий. Посмотрите, как красивый хамелеончик. Просто красавчик! Смотрите, какие шпароносные черепашки, змейки, хамелеончики. Очень-очень много всяких рептилий интересных. Не сразу заметил. Смотрите, какой крутецкий фон. Смотрите, продают различные витамины, кальция для всех видов рептилий. Мисочки, разные тарелочки для кальция, для воды. Есть даже на присосных, для того, чтобы подвешивать. Огромный выбор разных домиков, гротов. Ну вот такой, кстати, у меня уже есть. Вот это тут получается. Планета экзотики. Ну что, пойдемте дальше. Дальше у нас здесь еще находится рептизово. Пойдемте посмотрим, что из товара представлено у этой компании. Популярный свет. Популярный свет. Мне кажется, он продает сейчас во всех профильных магазинах. Поврики. Этой же фирмы. Террариумов. Также фоны стоят. Так, а там дальше еще какой-то розыгрыш среди покупателей. Давайте посмотрим, что Мальтик выиграет, нет? Ну что там, 45. Что-то выиграл. Что-то выиграл. Давайте посмотрим, что. О, он выиграл ручку. Ну, не шикарный подарок. Ну и, конечно, рептизово еще выставило своих террариумных питомцев. Люди все подходят. Невозможно подойти. Всем очень интересно. У нас хамелеончик. Агамы. А тут нас кто? Не видно. Может быть, Фильзума спряталась. Ну и пауки. Так же рептизово представила картусы, искусственные растения, гроты. Люди все разбирают. Ага, и там еще, смотрите, есть инструменты, ножницы, пинцеты. Посмотрите, пинцеты тоже представлены. Я вижу бамбуковые, ну и металлические, конечно. Гроты в стиле майя очень крутые, которые уже завоевали мое сердце. Так же огромный выбор змей. Ну что, с рептизово закончили, пойдемте дальше. Посмотрим, что здесь еще есть. Экзамания. Увидел эту надпись. Посмотрите, что здесь в террариуме. Это просто черная красота. Просто крутой. Он огромный. Даже сложно сказать, сколько метров он будет в длину. Но вот террариум, половину террариума точно занимает. Никуда без кормовых объектов. Здесь у нас представлены мышки, морские свинки, крысы. Можно тут же на месте купить своим питомцам живой корм. Снова коряги. Здесь их просто огромнейший выбор. Все красивые. Их можно устанавливать не только в террариум, но и в аквариум. Это что за красота такая? У нас представлены бабочки, наборы бабочек. Бамбук, кора. Все здесь есть. Листья, корма и субстракты для мокриц. Также представлены растения для террариума. Много разных красивых, интересных пизделушек. Камушки, подвески. Все связано с террариумами, с рептилиями. С насекомыми. Даже крабик есть. Посмотрите, какие крутые фоны. Так, и растения для террариума. Скорее всего, сегодня я стану блателем какого-то из этих растений. Мне они очень нравятся. И давно уже планировал что-то такое себе купить. Обратите внимание, здесь помимо растений, у некоторых еще есть черепки разные и зубы обработаны. Так, тут же еще сидит Дима Кашкаров. Машет Аня рукой. Много разных тоже у него тут растений. Ань, привет. Как дела? Растения здесь представлены от Floralium Plants. Одна интересная компания. И если вы смотрели канал пару, смотрите его давно, скорее всего с ними уже встречались. Есть с ними видео. И как раз таки здесь у нас сидит Дмитрий Кашкаров и дочь ребят, которые занимаются всеми этими растениями. Наверное, здесь я и куплю растения. Такое у меня плохо фокусируется, но вот такое мне нравится. И скорее всего оно будет неплохо смотреться в террариуме с Oja Hikari или Slynuchy. Тут у нас уже встречают пластиковые растения. Но пластик пока ставить не хочу. У меня в принципе он и так есть. Просто пока еще террариум не оформлял. Так, ну и конечно же Экзотера здесь выставлена. Наверное, один из лучших производителей. Ну, на мой взгляд, конечно. Один из лучших производителей. Нужности для террариума. Ну, самих террариумов. Давайте посмотрим, что у них тут представлено. Привет, привет. Привет, привет. Что у вас тут интересного есть? Много чего уже подразобрали. Может, что-то из новинок? Новинок много нету, но продажи нам сказали скоро должны выйти. Вот у нас есть сейчас в наличии влажные камеры. Очень классная штука, необходимая для ваших ювикаров. О, ничёся. У нас наверху, кстати, есть выставочный террариум в антибоскоте. Обязательно сходим посмотрим. Удачи пока не дочтите. Можно аквагрим нанести на лицо. Хорошо, спасибо. Вот, спасибо. Вот он, крутой индеец. Очень классный. Ну и тут же, конечно, компания Examenium. Мне понравились керамические рептилии. Здоровские. Жалко, что здесь я не нашёл эублефара. Но здесь есть ещё и рыбки. Клоуны тут, кого только нет. И, кстати, очень интересные грызуны. Ну, с одной стороны, очень странно, потому что грызуны здесь, на рептилиуме, это всё-таки кормовой объект. Но они здесь представлены. Смотрите, какая крутая кошечка с аквариумом. Есть ещё собачка с аквариумом. Очень клёво смотрится. Писывающая, посмотрите. С поднятой лапкой. Чего только не придумают. У нас тут ещё ходит динозавр. Посмотрите, какой синий. Наверное, кусается. Место для фотографирования. Сейчас вот здесь тоже отметимся. Конечно, мне не всё удалось показать, но сейчас мы плавно переходим на второй этаж. Здесь, мне кажется, народу ещё больше. На втором этаже нас встретили вот такие вот картинки с насекомыми. А также тут что-то смотрят интересное под микроскопом. Сейчас я, наверное, тоже посмотрю. Это кристаллики, смотрите. Подводят, на компьютере всё видно. Но есть и обычный микроскоп. Короче, разобрались мы с микроскопом. Тут есть крылья бабочки, есть разные какие-то мастии жуки, шкурка змеи. Всё это можно посмотреть под микроскопом. Упли-фарчики. Сколько здесь много? Они все в бумажном наполнителе. Даже морфы подписаны. Круто, здорово. Тут ещё есть агамки по 5000 рублей. Есть бананаедики. Также продаются книжечки про гекконов. Вообще здесь на втором этаже в основном все животные и насекомые. Скорпиончики, геккончики, змейки. И литература очень много. Бананаед, геккончики, пинцетики. Много разных интересных вещей. Наверное, здесь самые дешёвые геккончики, дубле-фарчики по 4000. Наверное, стартовая цена 4000. Остальные все 5, 5, 510 есть. По 25 тысяч. Ну, кстати, вот в этом террариуме видно плохо. Вот эти маленькие белые точки это лягушечки. Им всего три недели. Так, а тут и углы-фарчики у нас в маленьких баночках. Смотрите, как интересно смотрится. Ну, и к ним ещё идут разные картинки, кружки. Необычно. Обычно во всех пластиковых лотках, а здесь в таких вот баночках. Ну, чё, здесь очень много кружек, наклеек, брелков, даже сумочки такие есть. А, походу, делал даже наушники. Ну, вот средние цены и углы-фарчиков 5000, 7000. Ну, смеется, всё другие цены. Есть вот по 75, по 65. С бананоедики. Но здесь редкие бананоеды. По 55 тысяч, по 30 тысяч. Ушастый бананчик. 30 тысяч рублей мальчик стоит. Ну, вот тут ещё есть маски с рептилиями. Кожаные всякие чехольчики. И даже картинки. Чехлы для паспорта, конечно, крутые, но цена 3 700, ребята, 3 700. Вот, кусается палочники. Вот номер телефона, кому надо, Сергей. А вот, кстати, гигантский папуанский кузнечик. Я его, кстати, увижу впервые вживую. Ну, увидел их в интернете, на картинках, но вот вживую вижу впервые, сайте, какие красавцы. Богомол. Он кушает у нас какого-то тараканчика. Ну и здесь, кстати, я впервые увидел то, что есть ещё открытки с рептилиями. Мои любимые девушки. Ну, как мысли, гнилое мясо, что ли, видишь? Ну, нет. Понятно. Почём? Две пиццы. Что-то у меня не то с этим. Тут мы ещё встретили ёжика. Непонятно какой, но мне кажется, это ушастый африканский. Ну да, это он. Классный. Агамки и детёныши. Смешные малыши. Водители какие-то серьёзные, такие взрослые. Удачи устали от человеческого внимания. Посмотрите, взрослые, малыши, а в самом низу один сидит. Он, наверное, наказан. Наверное, самый хулиганистый хулиган. Потому что вся компания вот дружно сидит. Здесь запрещает сроку. Металл, да? Есть чёрные. По 100 рублей. А вот они, ёжики. Продаются, кстати. Ну что, на этом, наверное, всё. Конечно, я не смог показать вам каждый прилавок, потому что здесь очень много людей, очень много гостей, очень много всего интересного. И нужно сюда просто приходить и смотреть самому. Но я надеюсь, я смог вам передать эту атмосферу, которая тут царит. Потому что она невероятная. Ну, такого я, например, никогда ещё не встречал. Вообще на рептилии я первый раз, и мне очень понравилось. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте палец. Пишите вверх. А у меня на этом всё. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok